Друзья, всем привет! Сегодня на сильном разговоре у нас новый гость. И на этом сильном разговоре мы разыграем пригласительное на одного или двух человек. Поэтому досмотрите этот выпуск до конца, участвуйте в этом розыгрыше и приходите к нам на мероприятие. Премия довер, доверяйте нам. Погнали! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы с нами на сильном разговоре. И вам мы хотим представить нового гостя. Первую девушку. Эта девушка – начальник, руководитель рекламного отдела сильных новостей. Если бы вы знали, чего стоило мне затянуть ее сюда, то вы бы уже сейчас поставили лайк, написали в 200 комментариев и сказали бы мне, что я красавчик. Привет, Евгения! Привет! Я себя похвалил, хочу похвалить тебя. Вы молодцы, очень активно работаете. Хочу вас поблагодарить за то, что вы номинировали меня на премию довер, об этом мы поговорим. Но сейчас я хочу спросить изначально, нравится ли тебе твоя работа? И расскажи нашим зрителям, как проходит процесс в рекламном вашем направлении сильных новостей в Гомеле. С кем вы сотрудничаете, как вы сотрудничаете, с какие сложности возникают с этим. Чего наши горожане попросту не знают, будучи обращаясь с какими-то вопросами, хотят получить какую-то рекламу, либо как-то взаимодействовать с вами, возникают какие-то трудности. Я хочу, чтобы наши зрители поняли, что нужно делать и как нужно делать, чтобы с вами взаимодействовать. Столько много вопросов сразу. Буду отвечать по порядку. Я обожаю свою работу. Мне очень нравится работать в сильных новостях, в рекламном отделе. Это мое. Это вот прям мое-мое. Я действительно руковожу рекламным отделом. И процесс у нас... Много процессов состоит. Реклама состоит из множества процессов. Мы, наверное, единственные в Гомеле и в области, в регионе, кто предлагает множество разных форматов рекламы. Это не просто там статья, баннер, программатик, пост в социальных сетях или что-то еще. Это комплекс разных услуг для того, чтобы сообщение нашего рекламодателя, какой-то компании, либо предприятия было максимально эффективно и доходило до целевой аудитории этой компании. И мы занимаемся тем, что мы консультируем наших рекламодателей, наших партнеров и предлагаем максимально эффективные варианты рекламы. При этом мы не говорим о том, что возьмите там... Если человек обращается к нам, хочет купить баннер, мы разговариваем с ним. Если мы понимаем, что баннер для него не работает, то мы предложим ему, например, статью. И за счет этого, за счет такого нестандартного индивидуального подхода к каждому партнеру нашему, у нас большой поток рекламодателей, это факт. На данный момент у нас практически на месяц вперед расписаны все рекламные площадки. Даже сейчас нам звонят, пожалуйста, вы найдите хоть что-нибудь. Это очень сложно, технически сложно сделать, найти, когда все уже забито до конца декабря практически, какое-то место. Но мы все равно находим какие-то подходы к каждому и стараемся помочь каждому. Ну, я понимаю, что вы просто сейчас выходите из рамок, скажем так, ну, Гомеля, можно сказать, да? То есть на европейский уровень, да? То есть вы не только предоставляете рекламу, но вы еще и подбираете максимально эффективную рекламу, чтобы тот человек, который обратился к вам за рекламой, получил максимальную отдачу, правильно? Да. То есть, ну, это важно. То есть и за эту консультацию вы не берете денег, да? Ну, вы же знаете, да, что в Европе, чтобы подобрать определенную рекламу, за это есть специальные службы, которые этим занимаются. Рекламные агентства этим занимаются, да. Они действительно разрабатывают какую-то рекламную или пиар-стратегию для брендов и реализуют эту стратегию. Мы не разрабатываем большую рекламную стратегию, но у нас есть такие услуги, действительно, но они не так сильно популярны, потому что действительно в этом случае нам нужно конкурировать с рекламными агентствами. Мы на данный момент не готовы этим заниматься, но действительно есть запросы, и сейчас люди, мне нравится, что люди обращаются с консультацией, то есть они не всегда уверены, что они хотят взять, там, баннер, статью, либо пост ВКонтакте. Они думают, что, и они обращаются. Ну, это здорово. Здорово, что они, в принципе, начинают думать, куда им вложить свои деньги, чтобы их сообщение для их аудитории было максимально эффективным, потому что просто вкладывать деньги в то, что популярно, это не всем всегда эффективно. Один человек сказал, что реклама – это двигатель прогресса, то есть я думаю, что сейчас вот интернет-реклама, которая сейчас развивается, да, которая развилась уже во всем мире, да, это двигатель прогресса, люди начинают понимать. Я правильно понимаю, что у нас все больше и больше людей в Гомине непосредственно понимают, что реклама в интернете наиболее эффективная, чем в той же газете? Не все. Не все это понимают. Есть люди разного поколения, устройства, мышления и так далее. Кто-то привык давать рекламу в газету, да. Ну, так привыкли, да. Мы с ними, скажем так, тоже пытаемся работать с ними, говорить о преимуществах тех или иных видов рекламы, но есть наши партнеры, с которыми мы разговариваем и спрашиваем, почему вы рекламируетесь в газете? И они говорят, что это эффективно. Если эффективно, тогда, ну, ок. Да, то есть если вам действительно эффективно рекламироваться там в газете или еще в каких-то таких более классических вариантах, да, то тогда, ну, отлично. То есть для нас в любом случае мы всегда даже собираем обратную связь от наших партнеров, даже тех, с которыми мы не работаем, какие для разных категорий предприятий, услуг и так далее наиболее эффективная реклама. Наиболее эффективная реклама. Это для нас такой, скажем так, массив данных, которые мы анализируем и используем, да, также в нашей дальнейшей работе. В чем сложность? Сложности есть во всем. Вот в данной ситуации работа с рекламодателями, рекламой, в чем сложности? Есть моменты, которые вот прямо вот либо непробиваемые, либо вот очень сложно воспринимать морально, может, тяжело как-то. Ну, сложности огромные, потому что мы такие, скажем так, первенцы, я не знаю, как это правильно сказать, которые предлагают рекламодателям нестандартные форматы рекламы. Те, которые, например, в Минске или в Европе, или там в близлежащих городах, там Киев, там и так далее, уже давным-давно, даже не то, что на пике, они уже давным-давно сходят даже немножко. Я говорю, в частности, о нативной рекламе. Это такие нестандартные спецпроекты, которые, где вы не увидите, приходите там в наш магазин, у нас 50% скидки на обои, условно, где рассказывается там, как изобретать, как рисовали эти обои и так далее. То есть это такая нативная реклама, где даже может не упоминаться бренд, но и люди не воспринимают это как рекламу. Люди воспринимают это как полезную информацию. Они расшаривают, они комментируют, они максимально вовлекаются в этот материал. Это на самом деле в Гомеле крайне тяжело делать, потому что и в Минске к такому приходят только сейчас в основном крупные бренды, которые понимают, как это работает. Главная суть — понять, как это работает. И наша задача в этом смысле — объяснить, как это работает. Это очень сложно, потому что, опять же, есть люди, которые привыкли рекламироваться в газетах. Они привыкли размещать какой-то баннер, приходите там по адресу такому, это у нас скидки. Да, это тоже, возможно, работает. То есть мы не говорим, что только нативка работает, или только баннер работает, или пост ВКонтакте максимально соберет аудиторию. Нужно пробовать, нужно распроиментировать. Каждая реклама работает по-своему, я правильно понимаю, да? То есть находит, каждая реклама находит своего, скажем так, зрителя и своего покупателя, скажем так. Потому что, насколько я знаю, что есть люди, которые, допустим, раздражаются рекламой, да, а вот нативная реклама их не обижает, а, допустим, даже радует, что вот, ребята, вы поработали, действительно, безусловно, рассказали мне, как это работает, как это происходило, теперь я могу прийти к этому бренду, например, условно, те же обои, да, и купить их. Ну, то есть вот, вот я правильно понимаю? Здесь главная самая изначальная задача, которую мы должны решить, это какую цель, какую цель мы должны достигнуть каким-то рекламным сообщением, будь то баннеры, нативка, статья, пост в ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Если мы хотим донести какое-то ключевое сообщение, там, не знаю, что выход нового продукта на рынок, там, не знаю, ну, какой-нибудь кофе, например, новое, да, тогда нужно, исходя из этой цели, подбирать формат рекламы. Нельзя просто, я хочу, вот мне в голову взбрело, что сейчас нативка работает, и я все свои рекламные сообщения пытаюсь запихнуть в нативку. Не всегда это сработает. Нужно пробовать, экспериментировать. Кропотливая работа. Да, это очень кропотливая работа, и на самом деле в Гомеле почему сложно, потому что большая часть людей не знает, как это работает, а что это такое. И мы первые, кто начал рассказывать, пробовать и пытаться показать, как, насколько эффективно это работает. И сейчас, вот мы начинали, наверное, год назад делать. Сейчас у нас уже есть клиенты, которые заказывают именно нативную рекламу. Нативная реклама, во-первых, стоит дорого. То есть это дороже, чем размещение обычной статьи или баннеры. Это действительно стоит дорого, потому что это и разработка идей, это и разработка концепции, это написание, привлечение команды, которая будет это все делать. Соответственно, верстка. Верстку мы сейчас делаем многих материалов на тильде. Это красивая визуальная подача. Это такое прям, чтобы сидел, и человек получал визуальное, эстетическое удовольствие от того, что он читает. И как бы необычно, нестандартно туда очень аккуратно вовлечен бренд. При этом в нативной рекламе даже не нужно говорить о том, что бренд такой-то, приходите туда-то, покупайте обои. Достаточно просто рассказать, что там какой-то бренд, материал подготовлен при поддержке магазина обоев. Этого достаточно будет. Это запоминание, хорошо работает на запоминание, на вовлечение человека. У человека нет агрессии. Сейчас огромная сложность в том числе и в рекламном рынке. На рекламном рынке в том, что настолько много рекламных сообщений, разных, пестрых, непонятных, агрессивных, что потребители уже настолько устали от этого бесконечного рекламного сообщения. У нас реклама везде. Мы едем маршрутки, мы видим баннер какой-то, мы по радио слушаем рекламу, перед нами в маршрутке висит какая-то картинка с рекламой, мы заходим там в инстаграм, мы видим таргетинговую рекламу. Да, мы в лифтах видим, то есть реклама везде. И это настолько уже надоедает и раздражает, что брендам приходится как-то вот необычно стучаться в двери, в мозг потребителю, для того, чтобы рассказать о том, что действительно важно, что действительно нужно. Многие зрители, я думаю, нашим зрителям тоже будет интересно, сильные новости – это независимый портал, который непосредственно нуждается в независимом источнике дохода. Это непосредственно реклама. Многие из людей, не конкретно к сильным новостям, пишут блогерам разным, вот вы рекламируетесь, это плохо и так далее, и тому подобное. Как нужно объяснить зрителям, что чтобы быть независимым, по-настоящему независимым, как сильные новости, нужно зарабатывать именно непосредственно на рекламе. Потому что если не будет дохода с рекламы, то придется где-то брать в других местах деньги. Непонятно где. Да, но тогда не будешь независимым. Как вот Гомельская правда, допустим. Ей государство платит деньги, и она заказывает музыку. Сильные новости, грубо говоря, берут рекламу и за этот счет развиваются, и говорят о проблемах нашего города, конкретно проблемы каждого из нас. Вот как объяснить людям, насколько это важно, что это прям, ну я считаю, что это прям важно. Вот как вот ваш рекламный отдел прям может донести информацию до наших зрителей, да, до зрителей сильных новостей, что каждый должен наоборот поддерживать ту рекламу, которую сильные новости дают, чтобы тем самым развивать портал и развивать, ну в общем-то, независимые СМИ, конкретно в нашем городе. Ну это одна из сложностей, наверное, третья сложность, которую мы испытываем, да, к нам периодически приходят какие-то сообщения, что надоела ваша реклама, всплывающий баннер и так далее. То есть мы достаточно трепетно к этому относимся, это честно скажу, но это вынужденная мера. То есть мы вынуждены там много ставить баннеров, продавать рекламные статьи, нативный материал, сделать какие-то ивент-проекты, посты в социальных сетях и так далее. Потому что нам нужно зарабатывать деньги, нам нужно платить зарплату всем нашим сотрудникам, нам нужно в конце концов развиваться, на это нужны деньги. Соответственно, где мы деньги бы возьмем? У наших партнеров, которые готовы заплатить за рекламу. Это, в принципе, нормальная история для СМИ. Мне кажется, для независимых СМИ это показатель их независимости. В Европе, непосредственно в Америке, если у тебя нет рекламы, то ты не независимый. То есть вот так рассчитывается. То есть если у тебя нет рекламы на твоем портале, сайте или газете, например, независимой, то возникает вопрос, откуда тебя финансируют? Ну, в Европе там немножко другая, и в Америке история. Там есть пейволы, там есть плата за контент, они благодаря этому могут развиваться. Там разные, тут немножко, мне кажется, не совсем сравнение, скажем так. Ну, это один из показателей, один из показателей, который можно донести до зрителя, ну, простой, да? То есть что нужно нашему зрителю делать? Что нужно сделать зрителю, чтобы просто максимально поддержать? Понимаешь, мы же... Не ставить отблок. Не ставить отблок. Друзья, отключаем отблок, когда смотрим и читаем сильные новости. Это поддержит нас, и мы сможем больше рассказать вам. Потому что чем больше будет у нас финансов, чтобы развивать разного рода проекты, тем больше и интереснее вам будет наблюдать за тем, что мы делаем. Каждая статья, отправляя журналиста на ту или иную историю, к вам, к историю, канализация, ЖКХ и так далее, и тому подобное, нужно платить. Нужно платить. Поэтому, друзья, огромная просьба к вам относиться с пониманием к рекламе, потому что это единственный, единственный источник дохода. И поблагодарим Женю за то, что она... Ты же, получается, слушай, на тебе держатся сильные новости, получается, да? Ну, не только на мне. Слушай, ну давай мы наговорим, а они тебе потом предъявят. После интервью. На самом деле у нас большая команда, очень дружная, коллектив, и мы сейчас развиваемся, мы сейчас берем новых ребят в нашу команду, и мы абсолютно открыты ко всем, кто готов работать, кто вовлечен, кто хочет делать какие-то нестандартные, необычные проекты, рекламы, журналистики и так далее. Мне очень нравится ваш проект, который вы вот начали развивать. Где вы готовите? Вот, девочка ваша готовит. Он мне очень нравится. Вот он сейчас еще... Друзья, кто не смотрел, обязательно зайдите, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий. Этому проекту жить по-любому. Это, ну, супер. Да, это вообще просто супер. Все придется временем, и зритель поймет, что это очень интересно. Ну, это вот классно прям. И сейчас еще есть... Ну, об этом надо поговорить, но об этом говорят все. Да, Вер, вы устроили такую, это как Александр Григорьевич говорит, к ханалию, да, что мне мои друзья присылают смс-ки, и говорят, я за тебя проголосовал. Я с ним полгода не общался. Когда ты еще не знал, что был номинирован. Да, да, да. У меня вот смс-ка, он говорит, о чем я за тебя проголосовал. Я смотрю, думаю, о, зашел, думаю. Классно. Огромное спасибо сильным новостям, что номинировали меня. Это вообще супер, супер классно. Человек года, блин. Слушайте. Но это не мы тебя номинировали. Окей. В формате прислали заявку твои друзья о том, что хотят, чтобы ты был в Человеке года. У нас такой формат был, что именно в номинации Человек года никто практически сам себя не выдвинул. Ну, это, как знаешь, такая история про скромность. Да, все-таки, как бы, ну, это не очень, когда не камильфо будет, когда я сам себя там номинирую, да. Поэтому все номинации в Человеке года, все участники в номинации Человек года были кто-то, там, друзья, знакомые, команда выдвигали какую-то кандидатуру для того, чтобы человек участвовал. Классно. Кто поддержал эту идею, как она родилась, как вы ее продвигали, потому что, судя по тому, что есть и столько номинаций, да, то это большой кусок работы, огромный кусок работы. Я хочу знать, как это все вот получилось. Что такое довер вообще? Довер это первая открытая премия Гомеля, где мы собрали 10 коммерческих номинаций, лучшая автошкола, автоцентр, кафе, ресторан и так далее. И три социальных номинации. Лучший социальный проект, лучший социальный проект для детей и Человек года. Это, скажем так, мероприятие конкурсного типа, это ивент. В целом это, в принципе, ивент, который будет 6 декабря, где будет проходить нахо-рождение победителей. Почему мы решили его сделать? В принципе, витала идея такая давно, но, как обычно, руки не доходили. Мы думали, думали, не знали как, не знали что и так далее. И вот в определенный момент, когда мы поняли, что, скажем так, три подоплеки, не знаю, как это правильно сказать, три причины сделать этот проект. Первое это потребители. Потребители у нас запутались в бесконечных рекламных сообщениях про то, что я говорила, там, маршрутки, бейлборды и так далее. Они не понимают, кого же выбирать, потому что там кто же лучше из этих двух, которые мне рассказывают об одном и том же. Я не понимаю, я не знаю, да, и я не пользовался этими услугами. Расскажите мне, пожалуйста, друзья, к кому мне в итоге обратиться. в то время как предприятия компании, они не знают, как рассказать о том, что они лучше, о том, что именно к ним нужно приходить. А мы, как посредники между первым и вторым, мы медиа, мы в свою очередь на процентов на 80 выбрали наши стандартные рекламные площадки, я имею в виду баннеры, статьи, соцсети, и мы не знаем, что еще нашим рекламодателям, нашим партнерам придумать для того, чтобы рассказать о них. И вот совсплетение этих трех вопросов, скажем так, и родилось, в итоге родилась премия ДАВЬЕР. Вот. Начали мы подготовку, наверное, в июне месяце. Это действительно большой проект, это кажется, что там месяц сборов заявок, месяц голосований. Почти полгода, да? Да. Это кажется, что это все так просто, легко и быстро. Но мы же видим это так? Да, это на самом деле, ну, вам не нужно видеть это по-другому, вам нужно, да, не хотим. Мы сегодня собрались здесь, чтобы мы увидели эти закулисья. Мне интересно. Полгода, я допустим... Полгода, да, то есть это полгода именно такого прям, вот мы собрались там и начали что-то делать. Думали мы там года полтора или два, что действительно надо такое сделать. Консультировались с юристами, сконсультировались с маркетологи, причем не только гомельскими, белорусскими, украинскими. Мы очень ответственно подошли к реализации этого проекта. Мы не хотели делать ради того, чтобы что-то сделать, чтобы там взять какую-то пафосную там мероприятие, да, пафосное. Ну, будет пафосно? Ну, с оттенком пафоса, да, действительно будет, потому что у нас соберется на ивент мероприятие на 6 декабря топы и бизнесмены Гомеля. Это такая очень интересная, специфическая достаточно аудитория, которая соберется в одно мероприятие. Это первый раз, наверное, собирают. Мы можем пригласить наших зрителей на это мероприятие? В смысле мы можем пригласить? я могу сейчас заявить вот здесь, сейчас пригласить. Друзья, приходите туда-то туда, 6 числа. Не совсем. Я просто знаю о том, что есть 6 билетов, по-моему, если я не ошибаюсь, какое-то количество определенных билетов, там 6, по-моему, или 8, чтобы попасть на это мероприятие, то возможно попасть, да? У нас будет прийти, попасть на это мероприятие можно несколькими способами. Первое, либо если вы участник, участник номинации какой-то, соответственно, мы их, естественно, приглашаем, да? Второе, это наши партнеры, с которыми мы постоянно работаем, да? Мы хотим поблагодарить их за то, что они с нами работают, выбирают нас как рекламную площадку и мы приглашаем их на наши мероприятия бесплатно по пригласительному. Третий способ это купить билет, попасть на билеты будет ограниченное количество, 20 или 30 штук максимум, чтобы не собирать огромный поток людей, а собрать действительно максимум целевой нашей аудитории. Ну, ты же знаешь, что 30 билетов это мало. Да. Не переживаешь ли ты, что вас завалят негативными комментариями, что не хватило билетов? Потому что я на сегодняшний день знаю пятерых людей, которые вот не относятся никак к сильным новостям, которые будут покупать эти билеты, да? Причем, насколько я понял, что они не особо интересуются стоимостью, да? Ну, то есть, пятеро точно будут. И, скорее всего, у вас будут с этим проблемы. Не думали о том, что как-то с этим надо поработать? Я уверен, что 30 билетов, они разойдутся просто на раз. И вам, вас завалят просто комментариями о том, что, ну, ребята, ну, какого, какого хера? Ну, у нас уже была такая история, когда мы организовали мероприятие и собрали, это Академия образования и развития, это один из наших проектов. Мы первый раз сделали мероприятие по СММ, и у нас там собралось 90 человек, и очень многим не хватило. У нас не было как таковых негативных комментариев. Мы объясняли это тем, что у нас нет места и так далее. То есть, это не наша какая-то мысль в голове, что мы не хотим больше никого видеть. Это было обусловлено там площадкой, да. Тут такая же история. У нас площадка, на которой мы будем работать, не вместе 300 человек. И если мы пригласим 300 человек, то каждому из этих 300 будет некомфортно. А поскольку это аудитория такая бизнес и топы Гомеля, то мы очень трепетно подходим к их комфорту. Для нас комфорт каждого человека очень важен. И у нас нету цели позвать огромное количество людей. Это мероприятие несколько иного формата. Это такое закрытое мероприятие для нетворкинга, для того, чтобы познакомиться, рассказать о своих услугах. Остаются два билета. Прихожу я и мой друг. Кому? И там вот, и друг моего друга. Кому вот вы продадите эти билеты? Каким образом? Вот останется два билета, придет три человека. Ну, если останется два билета, придет три человека, пускай этот третий человек наберет меня лично, я постараюсь что-нибудь сделать для того, чтобы именно этот человек попал. То есть мы достаточно лояльны, если у нас не будет там большой поток желающих и не будет мест, то мы рассмотрим вариант того, чтобы пригласить всех желающих. Эта премия гремит во всем городе. тридцать мест это даже не статистическая погрешность. Поэтому я уверен, что с этим возникнут вопросы и я думаю, что стоит поработать. Если с этим возникнут вопросы, мы обязательно их будем решать. Но пока вопросов не возникало. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Пока нет проблем поэтому... Мне этот вопрос мой друг попросил озвучить. Он говорит, ну как 30? Ну 30, ну как? Об этом говорят все. Об этом говорит общество Гомель. Об этом говорят сильные новости. Об этом говорят люди на улицах. Об этом говорят вот эти стаканчики. То есть там стоит баннер. Об этом говорить не только мы говорим. Об этом говорят все. 30 человек, ну... Проблемы пока нет, поэтому я тебе ничего по этому поводу сказать не могу. Если проблема будет, мы будем ее решать. Окей. Я тебя перебил. Расскажи вот те номинации, которые номинированы. Да? Они номинированы... Мы говорили о том, чтобы показать людям, что лучше. Да? Из лучшего лучшее выбрать. То есть вы как-то выбирали? То есть вы можете сказать, что в этой премии только лучшие из лучших? Ну то есть лучшие, а потом выберут еще лучших из лучших. Как это работает? Ну то не совсем лучшие из лучших. Там не совсем такой формат. То есть что значит премия? Собираются... Мы собирали разные компании, собирали заявки на участие. Мы не делили их на лучших и худших. У нас были все в принципе одинаковые, да? Мы составляли список там, если у нас есть например лучшая автошкола, да? Мы составляем список автошкол Гомеля и звоним им каждому. Не важно, ты там работаешь 20 лет, у тебя там огромный опыт и куча дипломов, да? И отзывов. Либо ты там год открылся и только начинаешь. Для нас важно было привлечь максимум количество... максимальное количество заявок в каждой из номинаций. При этом у нас стояло четкое ограничение. То есть мы изначально, я скажу честно, планировали 14 коммерческих номинаций. У нас сейчас 10. Четыре у нас просто не состоялось. И это было осознанное принятие решения, когда мы закрывали номинацию, потому что у нас было например, один или два участника, да? То есть из десяти возможных, да? То есть это репутационный... Если бы мы ввели эти номинации, то это были для нас бы репутационные риски. Люди бы посмотрели, подумали, что-то тут не чисто, что-то тут не то. Люди бы подумали. И сами компании бы тоже так подумали. Да, мы собрали там несколько двоих, например, участников номинации, но они и готовы, которые готовы были участвовать и так далее, которые спокойно к этому относились. Но из-за того, что всего лишь два, мы закрывали номинации, говорили, для нас важно, чтобы было максимум. Тогда в принципе смысл премии теряется. У нас единственная есть номинация, это сервис по доставке еды, надежный сервис по доставке еды звучит номинация, где участвуют два претендента, это меню by just eat. Там два, потому что всего три. Тогда да. Почему нету МГ доставки? МГ доставки? Потому что, насколько я понимаю, они уже немножко не в теме, не так работают. Ушли, да? Да, они как бы условно говоря, этот игрок на рынке уже ушел. Поэтому мы... Не выдержал, да? Я не знаю, я не могу сказать причину, по которому это произошло, но так получилось, что МГ доставки нет. Вот. Были очень много возражений было, с которыми мы работали во время премии, сомнений, страхов, не всегда аргументированных, не всегда объективных. Это была очень сложная работа, которую мы проделали, да, действительно у нас получилось 10 номинаций, красивая цифра, хорошо звучит. В следующем году у нас есть планы естественно расширить и так далее. То есть это пилотный проект. Скажу честно, у нас не было цели на нем заработать, как в общем мы столкнулись с огромным потоком разных негативных возражений. И мы с ними работали очень тщательно, долго, скрупулезно и тяжело. Потому что был опыт участия у кого-то в других премиях, негативных опыт, поэтому люди переносят свои страхи на нашу премию. Это важно. Вот по поводу негативных опытов. Я хочу поинтересоваться по поводу системы голосования. Она надежная. Мы обсуждали это, да. Процесс. Почему именно такой вы выбрали процессы, уровень безопасности? С чем это связано? Потому что это определенная сложность, безусловно, эта сложность с подтверждением имейла у меня возникла допустим, на определенный момент. С чем это связано? Как это работает? Почему так? С тем, что мы изначально, когда планировали этот проект, поставили достаточно высокий план, куда поставили достаточно высокую планку и уровень этой премии. То есть, мы не хотели делать ради того, чтобы просто сделать. Бренд сильных новостей это очень сильный бренд. У нас есть определенная репутация, которую мы не хотим пятнать, портить и пятнать, да, в том числе этим проектом. Наоборот, поддержать, усилить, увеличить лояльность к бренду и так далее. Поэтому мы полгода готовились и думали, как же сделать так, чтобы голосование было максимально честным, открытым и прозрачным. Поэтому мы много с кем консультировались и в итоге мы сделали такой формат, где нужно пройти регистрацию через соцсети, авторизацию, капчат ботов, подтверждение на имейл и так далее. Это все сделано для того, чтобы не было ни накруток, ни нечестного голосования, чтобы один человек не мог проголосовать пять раз и так далее. Потому что, когда мы собирали заявки от наших участников, практически каждый второй спрашивал, как будет проходить голосование. Особенно это вопрос актуальный был для айтишников. У нас есть номинация надежный образовательный центр и один из участников в Академии Ашак они очень спрашивали про то, как будет проходить голосование. И это вполне нормальный вопрос. Безусловно, да. мы им говорили, что вот у нас есть то, то, то. И когда мы их рассказали, как будет проходить голосование, мы их убедили, очень многих убедили. Они говорят, ну хорошо, давайте попробуем. И сейчас, на самом деле, я знаю, что этим вопросом занимается наш системный администратор вопросами голосования и отслеживанием накруток. Нет накруток. То есть, мы прям вообще запаролились. Есть сложности с тем, что не так сложно, не так просто проголосовать. Нужно сначала одну пройти, авторизацию вторую и так далее. На e-mail приходит код и так далее. И это все сделано для того, чтобы не было накруток и ничего сложного. Не количеством, а качеством, безусловно. То есть, это вот как раз таки эти слова подходят в данной ситуации. Я бы хотел поговорить вообще сейчас о самой рекламе, как таковой вообще явлении рекламы. Что такое, для чего она нужна и кто ей должен пользоваться, кому это нужно. Потому что я знаю, что простые люди, например, многие хотят инстаграм свой раскрутить. Допустим, это работает. Я могу попросить вас раскрутить мой личный инстаграм. Это вообще можно? Нет, но мы не совсем раскручиваем личные инстаграмы. Дать рекламу моему инстаграму. Я хочу знать, как это работает. Расскажите об этом. Как вообще в принципе мы работаем? К нам звонят, у нас 80, наверное, процентов входящих звонков. То есть к нам обращаются люди за рекламой. Не мы продаем, а к нам обращаются люди. Звонит человек и хочет прорекламировать. И говорит, я хочу там баннер. Я у него спрашиваю, какая у него аудитория, возраст, пол, что он вообще делает и так далее. О чем он хочет рассказать, какую ключевую мысль, месседж донести до своей целевой аудитории. Когда я узнаю эту всю информацию, мы с ним разговариваем, где ему лучше всего рекламироваться и какой у него есть бюджет. Насколько он готов потратить денег, чтобы донести свой ключевой месседж до своей аудитории. Исходя из всего этого, я рекомендую, куда лучше пойти, чего лучше не пробовать и так далее. У нас бывают случаи, их, конечно, редко, но они бывают. Для нас важно, чтобы мы не пытаемся продать рекламу, мы пытаемся решить задачи нашего партнера, нашими возможностями, те, которые у нас есть. Если человек обращается и хочет рекламную статью, но я при разговоре с ним понимаю, что для него лучше сработает баннер, то я ему говорю, не надо статью, возьмите баннер. И это позволяет нам повысить лояльность нашей аудитории, наших рекламодателей, наших партнеров и увеличивает количество возвратившихся клиентов, которые с нами работают постоянно. У нас очень много постоянно. Бывает такое, что, например, звонит вам рекламодатель, условно, да, я хочу статью. Поговорили, говорит, нет, статью не нужно, вам нужно в данной ситуации там нативная реклама или там баннер, например, да, говорит, я хочу статью. Вы делаете статью, так как он хочет, ну, условно, да, и потом он говорит, слушай, ну, вот, не то, что я хотел. Вот бывает такое? То есть, что он не прислушивается. Ты имеешь в виду негативно, как бы, как бы, делать все-таки то, что он хочет и потом не доволен. Ну, не прислушивается, да, к тому, что вы говорите, то есть, есть такое? Такое, конечно же, бывает, но это история про то, что мы снимаем тогда с себя всю ответственность. Если вы нам не доверяете нашей экспертизе, мы все-таки знаем нашу аудиторию и что ей нужно рассказать в конкретном случае, как начало статьи сделать, какую же картинку на баннере поместить, какую же ссылку в баннер отдавать, как написать сообщение в Инстаграме и так далее. Какое лучше время, в конце концов, поставить там пост, например. Если человек говорит, что нет, я хочу так, как я хочу, ну, хорошо, ну, то есть, окей, только тогда мы предупреждаем, что эффективность рекламного сообщения будет ниже, чем если бы мы помогли это сделать. Иногда, наоборот, бывает, напишите все за меня, сделайте все за меня, да, у нас есть возможность, но не всегда это классно, потому что тогда мы предлагаем такие услуги в больших каких-то наших сотрудничествах, когда говорят, когда мы делаем статью, или там можем нарисовать баннер, или там написать нативную статью и так далее, но если человек хочет один рекламный пост в Инстаграме, который стоит там 17 рублей или 12, да, то и хочет, чтобы мы все это написали, но это стоит дорого, нужно понимать, что услуги по написанию там поста, подбору картинки, подбору времени и вообще, в принципе, коммуникация с аудиторией, это стоит денег, это стоит дорого, и у нас есть услуга по написанию, по СММ, скажем так, продвижению в наших социальных сетях, но это стоит, ну, то есть нужно взять пакет, то есть нам неинтересно, то есть нам нужно выдирать, выдирать из редакции какого-то человека, из его постоянного потока работы, который сядет и напишет какой-то крутой пост продающий, еще подберет картинку, желательно еще, как они просят иногда наши рекламодатели, чтобы картинка была дизайнерская, не просто фотку сайта, да, что-то там поэкспериментировать, да, еще это запустит и получит массу клиентов, да, нужно понимать, я всегда говорю нашим клиентам, что нужно понимать, что одно там сообщение ВКонтакте или пост ВКонтакте или пост в Инстаграме, сториз в Инстаграме, это не работает так, что раз мы разместили, у вас там толпа клиентов, да, это редко такое бывает, крайне редко, и реклама на сильных новостях это долгосрочная история. Есть несколько видов рекламы, насколько я знаю, я не профессионал в рекламах, но я знаю, что есть разные рекламы, можешь рассказать о них? Много видов разной рекламы, да, конечно, есть, я даже не знаю, с чего начать, честно говоря, потому что настолько много сейчас рекламы, и сейчас мы очень сильно конкурируем, на мой взгляд, мы конкурируем с таргетинговой рекламой, когда, даже не со СМИ, другими, да, больше с таргетинговой рекламой, когда клиент говорит о том, что я лучше там возьму, на таргет отдам, там, 55 долларов, да, я перебью, СМИ, другие, кто в Гумеле еще есть СМИ, с которыми можно конкурировать? Ну, это такой вопрос, который, здесь нужно подходить к этому достаточно, как это правильно сказать, аккуратно, анализируя, если клиент говорит, приезжая, по телефону говорит о том, что часто мы слышим такое возражение, причем, можно я даже вот процветить, дорого, у вас дорого, звонит клиент и говорит, дорого, я говорю, ну, давайте сравнивать, если баннер, да, у нас самый дорогой баннер за сутки стоит 70 рублей, да, но при этом там 500, там, ну, 400 тысяч просмотров в сутки и где-то порядка 550 кликов, ни одна реклама не даст такого эффекта, ни контекстная реклама, нигде это, ни за такие, соотношение цены-качества нужно очень четко понимать. Люди будут нас поддерживать, если они будут кликать на этот баннер? Но, понимаешь, тут такое дело очень, очень вопрос, очень такой, сложный. Мы не продаем клики ради кликов, нам нужно сделать так, мы стараемся сделать так, чтобы клики были, перерастали в продажу, нет, перерастали в продажу, то есть, если человек, если рекламодатель к нам обратится и за сутки он увидит, что у него там кликнуло тысячи человек и ни одного заказа не было, в то время, как, например, у кого-то другого там 10 кликов и 2 заказа, да, то есть, тут такой вопрос, не мы не клики продаем, а скорее мы хотим конвертировать эти клики в продажу? Вы как-то фильтруете рекламодателя, то есть, вот вы, тебе, допустим, обращается рекламодатель какой-нибудь и вот тебе прям, ну, не нравится его продукция, ты будешь рекламировать? Ну, что значит, мне не нравится его? Ну, я тут, есть, 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 ну, есть определенные вещи, ну, вот условно, да, ты знаешь, что компания, которая, допустим, приходит к тебе салон по продаже, там, аренды платья, да, которая продает порванные, там, фату, например, условно, да, ты будешь их рекламировать? А что, они хотят рекламировать свой салон? Свой салон, приди ко мне, я тебе там порванную фату дам, например, ну, условно, а потом тебе еще на хамлю? слушай, порванные фата, как бы, никто тут, естественно, не рекламирует, это все исключительно индивидуально, какие-то индивидуальные истории, ты рекламировала то, о чем мы сейчас говорим, я думаю, тот, кто с этой фатой был, тот поймет, о чем мы говорим, и, ну, в общем. Здесь нужно четко понимать, мое отношение к кому-то продукту, и я, как руководитель рекламного дела, рекламировала бы ты, мы не рекламируем только тех, кого мы не имеем рекламировать по закону о рекламе, это единственное наше условие, если мы видим, что клиент обращается к нам какой-то услугой, он хочет прорекламировать свою услугу у нас, и мы понимаем, что это, как бы, может быть, не совсем там, красиво, актуально и так далее, мы ему порекомендуем, сделайте лучше вот так, мы находим какой-то кончикомпромисс, да, то есть у нас, как бы, нет, ну, я же не могу там, ну, хочу-не хочу, да? Да, это, я могу не прийти, купить там где-то, могу у вас купить рекламу, например, баннера на день, например, мне сможет, ну, конечно, почему нет? Соберу, соберу бабла и сразу к вам, это еще одна просьба будет к зрителям, да, но это вот, мне почему-то кажется, что это будет неплохо, если этот ролик наберет там определенное количество лайков, тебе выбрать сколько, можем мы разыграть один билет на мероприятие, вот, на доверх, давай мы придумаем условия, прямо здесь на ходу, и разыграем, или может быть за лучший комментарий мы подарим какой-то, допустим, условно, ну, как, ты же... Самый большой чек по рекламе, ну, ладно, я шучу, конечно. Ты как представитель рекламного отдела сильных новостей, придумай условия данного розыгрыша, этого вот билета, одного, и если там человек будет, например, со второй половинкой, можно будет второго, да? Приглашение можно выписать на одну, либо на две персоны, соответственно, да, но тут можно на две персоны, потому что, если это человек незнакомый, не знает нас, и так далее, то ему комфортнее будет приходить с кем-то, естественно. Безусловно, что придумать? Я прям не знаю, честно говоря, что придумать. Можно за комментарий, в принципе, просто за комментарий, за то, чтобы человек просто зашел к нам на сайт, проголосовал за кого-то из номинаций, да, выбрал лучшего, и... Голосует в номинации и пишет комментарий, да? Комментарий должен быть связан непосредственно с нашей премией довер, то есть хэштег довер, хэштег довер Гомель, и дальше текст любой, какой вы считаете нужный, и мы перед, там, за сколько, за сколько, за сколько, ну, за пять дней, допустим, да, до того дня, когда мы будем на этом мероприятии, мы разыграем пригласительный билет, и вы побудете вместе с нами, потусите. Много статей твоих, которые выходят на сильных новостях, вот я много знаю таких ярких статей, очень таких довольно, довольно, ну, у меня тема была такая, экстравагантных таких, да, никто же, вот это она, если что, все претензии к ней, мы тут выкинем пару статей, чтобы вы знали, о чем она писала, да? Ну, о сексе писала, о сексе отношениях, о сексе она писала, ну, у меня был бог, да. Ну, и как тебе? Что именно? Нравится тебе писать на эту тему? Нравится, нравилось, но, в принципе, я с этого стартовала, я вообще по образованию журналист, закончила БГУ, ФАК, хотелось о чем-то писать, нужно было писать, какие-то интересные темы, мне не хотелось писать, много, но социально, но это было необычно, это было востребовано, это было востребовано, в том числе, как у аудитории, так у СМИ, которые хотели, чтобы я об этом писала, потому что я об этом писала, откровенно, открыто, не боялась говорить, и так далее, тема про секс всегда хорошо заходит, как бы там не говорили, что фу-фу-фу, фи-фи-фи, но как бы статистика просмотров, комментариев и прочее говорит о том, что это интересно, популярно, все мы люди, все мы человеки, есть спать и заниматься сексом, это все таки, базовые потребности, базовые, да-да-да, пирамида масла, да, к чему был вопрос, есть какие-то определенные вещи, которые хочется высказать на аудиторию, не как журналисту, не как регламному там специалисту, да, а вот к зрителям, сейчас есть возможность обратиться к зрителям и что-то, что-то сказать, да, о чем-то, возможно, кто-то что-то писал и нет возможности такого количества комментариев ответить, вот здесь вот сказать, допустим, ну, друзья, меня зовут Артем, и если вы мне пишите и просите там, допустим, о помощи, то напишите сначала свою проблему полностью, чтобы мы не теряли там три часа, вот я хотел это сказать, что ты хочешь сказать, зрителям нашим? Ну, я, наверное, ничего советовать, в принципе, не буду, посоветую оставаться с нами прежде и доверять нам, действительно, доверять нам. Честно говоря, сложно сказать, я бы, единственное, что хотела сказать, что мы достаточно открытая команда, которая ищет постоянно в поиске каких-то интересных людей, которые готовы работать с нами, которые готовы вовлекаться, делать какие-то нестандартные проекты, не боятся что-то делать, делать, ставить себе прям иногда очень сложные, невероятно сложные выполнимые задачи. Мы всегда открыты, я к себе в команду, в рекламное дело прям ратую за то, чтобы к нам приходили люди, пишущие люди, пишущие статьи, организаторы, любые, кто хочет быть частью нашей команды, мы всегда за. Можно писать лично мне, я с удовольствием со всеми поговорю. сейчас мы достаточно хорошо и сильно расширяемся, у нас много новых людей, талантливых, интересных, которые что-то в Гомеле делают, хотят, не просто сидят на попе ровно и смотрят на диване телевизор, а которые готовы что-то делать, менять, менять город в лучшую сторону, развиваться и так далее. Это здорово. Приходите к нам, будем рады. По поводу довера, это очень важный момент по поводу социальных проектов. Наш продукт на самом деле является достаточно уникальным для региона нашего и региона в целом. Никто, насколько я знаю, насколько я узнавала, не делает премии с социальными проектами. Это никто не систематизирует, не рассказывает о социальных проектах, о изменениях в нашем городе в таком именно формате. Это очень здорово, что мы, ну как бы не скромно, но мы довольны и рады, что мы действительно поддерживаем наших гамильчан, которые стараются изменить жизнь вокруг себя, которые, да, за это не хотят денег и так далее. Это здорово. И мы получили достаточно много заявок, мы получили больше 20 заявок, и часть из них мы отсели, потому что они совсем подходили под наш формат. но интерес людей в принципе к премии, я для себя лично очень приятно была удивлена тому, что у нас в городе так много социальных проектов, так много инициатив, сообществ, которые стараются изменять там город, людей, активно, это очень здорово. Ну, это на самом деле очень приятно, потому что нам кажется, что никто ничего не делает, никто ничего не... вообще все ленивые и так далее, но когда ты видишь, что так много людей вокруг тебя стараются изменить мир, да, назовем это так. Вокруг себя хотя бы, да. Да, вокруг себя, да, хотя бы себя начинают, это очень круто. И те проекты, которые у нас участвуют, они действительно важные, на мой взгляд, действительно нужные, важные, и они помогают людям жить счастливее. Это такая вот одна из наших миссий, да, каких-то целей, ну, это здорово. Вообще круто, что появилась такая площадка, как вот довер, площадка, можно ее назвать площадкой? Ну, смотря в каком понимании, смотри, да. Где собраны социальные проекты, вот человек года, да, ну, это классно. Мне, допустим, подстегнуло, вот у меня есть идея, определенная снять, например, на эту тему ролик, да, но мне почему-то это нравится. Это социальные проекты, социальные проекты, это проекты, которые касаются непосредственно людей, да. Многие узнают о этих социальных проектах, что они существуют, возможно, дадут им толчок в развитии. Да, можно присоединиться. То есть тут даже очень интересный момент, который я хотела бы, наверное, озвучить, это то, что очень многие связаны с рекламой, и вот социальными этими проектами, и нашей журналисткой работой, редакционной работой. Есть люди, которые говорят о том, что у нас очень много рекламы, мы на этом бабки косим, и так далее, но это не совсем так. Мы зарабатываем деньги, которые идут не нам в карман, они идут на зарплату нашим журналистам, нашим ребятам, которые мы привлекаем для работы в разных проектах, и так далее. Но благодаря этим же рекламным заработкам мы делаем такие проекты, где мы поддерживаем социальные номинации. Нет такого, что мы пишем только про рекламу, или мы только рекламируем компании и так далее. Мы благодаря этим деньгам опять же поддержим социальные проекты и рассказываем о них. У нас во всех наших участниках было три больших таких статьи, где мы рассказывали про каждого с фотографиями, с описанием, со ссылками, и так далее. Это абсолютно бесплатно. Никто нам за это не платил, и мы в это вкладываемся. Я скажу по своему опыту, я как блогер, начинающий блогер, мы с ротерной жаткой начинали, сильные новости нас поддержали еще вот на старте, когда нас никто не знал, когда нам действительно нужна была поддержка, когда там было 2000 человек и 125 просмотров, но грубо говоря, сильные новости, бескорыстные, начали нас поддерживать, то есть поняли, безусловно, с нами встретился Петр, пообщался, посмотрел, не дебилы ли мы, потому что есть многие блогеры, вот они появляются, потом исчезают, которые приходят, вот был недавно блогер один, приходил, грубо говоря, упрашивал Петю, чуть ли не вдясно его, пытался в коленке целовать, чтобы он посты какие-то делал, а потом, когда ему отказали, обижаться начал. Это нормальная история, у нас тоже такое есть, когда мы не пишем, но у нас есть редакционная политика, мы не пишем во многом, потому что нам, в принципе, это неинтересно, мы видим, что и наша аудитория, это не будет интересно, да, здесь нет, я считаю, здесь не нужно обижаться на то, что мы такие пафосные, высокомерные, и мы не пишем обо всех, как недавно нас там, одни обозвали, крохоборами, там, потому что мы отказались публиковать в инстаграме пост про бесплатное какое-то мероприятие, где там привезут, опять же, ну все равно там с людей будут брать деньги, да, нас обозвали крохоборами, и так далее, ну это вообще такие глупые, неадекватные, не всегда адекватные комментарии, то есть мы на них особо внимания не обращаем, но если проект интересен для гомельчан, для жителей региона, и он действительно важный и нужный, тогда да, тогда мы снимаем ролики, пишем статьи, и так далее, у нас есть номинаты в наших социальных категориях, где мы не только про них писали в общей статье, да, мы про них снимали сюжеты, мы рассказывали о них более подробно, потому что мы считаем, что это действительно важная работа, которую они делают. Год назад ты у меня брала интервью, как у блогера, да, и он спрашивал, почему вот мне нравятся сильные новости, да, я говорил, и хочу об этом повторить еще раз, сильные новости, вот мои ролики, берут не все, потому что я как блогер перегиваю палку где-то, да, где-то более эмоционально, где-то вот, ну, свою точку видения, да, ставлю, и сильные новости, говорят, Артем, как бы тут вот, ну, ну, не совсем объективно, будем честно, да, и не ставят, и я, вот, ну, сейчас я сильные новости, здесь вместе с вами, мы все вместе, как команда, да, как я беру интервью, но, как блогер я могу сказать, что я вас за это, вот, вот, прямо за это зауважал, прям сильно-сильно, что, с учетом того, что мы вроде как сильными новостями друзья, да, но все же вот, когда работа, для зрителя непосредственно, он не будет видеть мои там, допустим, эмоциональные ролики, их нету, да, то есть их не ставят, это классно, поэтому те люди, которые называют вас крохоборами, да, пускай просто думают о том, что это, это наоборот круто, это круто, когда я, это, это ценность, и плюс ко всему, если мы будем публиковать все, что нам присылает, у нас будет доска объявлений, реально у нас будет доска объявлений, приходите туда, делайте то и так далее, и нас перестанут ценить, уважать и так далее, поэтому мы отбираемся. Ну, это круто на самом деле, я, допустим, к этому нормально отношусь, мои ролики очень часто не заходят на публикацию, в связи там с определенными, там, моими эмоциональными, я блогер, имею право, да, то есть вот там, да, и это, я считаю, что это наоборот круто, круто, и люди, которые иногда возмущаются, вот, я там прислал материал, и они не захотели публиковать, ну, допустим, да, то сидит целая команда, что-то можно упустить, да, что-то можно, может быть, вы неправильно изложили, поэтому, когда вы предлагаете новость, это очень важно, структурируйте эту новость, структурируйте, рассказывайте, объясняйте, доводите информацию, потому что очень сложно, вы присылаете, там, допустим, три фотографии, да, на которых вообще непонятно, что происходит, это может быть важная новость, важная информация, но мы не понимаем, что в этой информации, поэтому, прежде чем, ну, пытаться злиться и ругаться на нас, структурируйте информацию и подавайте ее более тщательно, правильно? Я бы сказала, не только структурировать информацию, очень часто к нам приходят запросы в редакцию, там, звонят на рекламный телефон и так далее, говорят о том, что публикуйте какую-то там скандальную историю, да, не всегда мы это публикуем, потому что нет доказательств, ну, то есть, может человек сесть, структурировано написать текст, но это будет неправда, ну, то есть, мы публикуем, если это действительно есть доказанный факт, потому что нужно понимать, что в первую очередь, если мы публикуем, ответственность лежит на нас, то есть, нам первым попадется то, что мы опубликовали непроверенную информацию, поэтому очень большой поток статей, запросов, которые мы не публикуем, только потому, что мы сомневаемся в том, что это действительно правда, то есть. Друзья, если вам нужна реклама, через месяц, потому что все сейчас занято. Нет, и сейчас тоже есть, ну, мы можем предложить, мы не отказываемся, для вас можно все, переходите, ссылка в описании мы оставим, на номера телефонов, на контакты, и так далее, и тому подобное, не забывайте, хэштег, довергомель, комментарии, и вы получите пригласительное, на наше мероприятие, где я уже там буду точно, потому что я участник. Оставайтесь сильными новостями, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте делать репосты, и не обижайтесь на нашу рекламу, а наоборот, поддерживайте ее, и предлагайте свои варианты новых реклам. Всем пока!